Спецоперации о посуде полноценной военной действия, которые начались с так называемой атаки пейджеров, за эту неделю сильно активизировались. Взаимные ракетные обстрелы со стороны Ливана и Израиля нарастают. Представители Цахал заявили, что их снаряды долетели и вглубь страны, до пригорода Бейрута. В результате, как сообщается, погибли несколько высокопоставленных руководителей Хизбаллы, в том числе ее лидер Хасан Насрала. Лаура Нурлан с хронологией разгорающейся войны. Северные стрелы. Название новой спецоперации Израиля против ливанской Хизбаллы. Минувший понедельник признан самым смертоносным за последний четверть века противостояние двух сторон. Израиль поразил более полутора тысяч целей в Ливане. Погибли почти 500 человек, среди них один из военачальников Хизбаллы, отвечавший за ракетные установки. Такого количества раненых и убитых мы не видели в предыдущих войнах. За три дня только в нашу больницу поступили 136 раненых. Из 36 доставленных тел 18 разорваны на куски. Некоторые требуют ДНК-тестирования для опознания. Во многих районах разрушена инфраструктура. Под удар попали гражданские объекты. На этих изображениях можно увидеть, как Хизбалла прячет ракету с дальностью полета в сотни километров внутри чердака дома в самом центре деревни на юге Ливана. Она направлена на Израиль и готова к запуску через отверстие в крыше. Ливан ответил сотнями ракетных залпов по Израилю. Многие из них перехватывает система ПВО, но часть достигает цели. Взаимный обмен ударами продолжается всю неделю. Худший сценарий материализуется. Мы почти находимся в состоянии полномасштабной войны. Тель-Авив озвучил новую цель вернуть жителей приграничных северных районов домой. Военное противостояние обещает быть жестким с потерями с обеих сторон. Израильские больницы начали перемещать пациентов в подземные паркинги. В понедельник премьер-министр Бениамин Нетаньяху напрямую обратился к жителям Ливана. Израиль воюет не с вами, он воюет с Хизбаллой. В ваших гостиных и гаражах они разместили ракеты, нацеленные на нас. Чтобы защитить наш народ, мы должны убрать эту угрозу. Пожалуйста, немедленно покиньте опасные зоны. Тысячи ливанцев спешно покинули юг и переместились в луб страны. Многие уехали в соседнюю Сирию. Даст Бог, мы вернемся. Скажите Нетаньяху, что мы вернемся. Десятки школ переоборудовали под временное убежище. Местные говорят о чувстве дежавю. Все это они уже переживали ранее. Я помню июльскую войну 2006 года. Тогда нас тоже временно разместили в этой же самой школе. 18 лет спустя мы снова здесь, но в этот раз все гораздо хуже. Израильтяне, живущие на севере страны, тоже вынуждены уехать. Приграничная территория – основная арена военных действий. Вы чувствуете себя беженцами, когда переезжаете с детьми и всем этим стрессом. Уже год у нас нет нормальной жизни. Надеемся, что все это скоро закончится. Завершение конфликта, начавшегося так стремительно, пока не видно. В среду Ливан пустил баллистическую ракету по Тель-Авиву. И впервые в истории она долетела до пункта назначения. Израильские военные заговорили о возможности наземного вторжения. США, Великобритания и европейские страны призвали своих граждан срочно покинуть Ливан. Мы готовим процесс маневра. Это означает, что ваши военные сапоги ступят на территорию противника. Ваша встреча с боевиками Хезболлы покажет им, что значит столкнуться с профессиональной и опытной силой. Угрозы нас не остановят, и мы готовы к любым военным сценариям. Мы вступили в новую фазу под названием «Бессрочная битва расплаты». Во вторник Иран в центре столицы устроил демонстрацию своего вооружения. Эксперты говорят, это знак Израиля. Чем в случае необходимости может ответить Исламская республика? Пока Тегеран ждет, но обещает вмешаться в случае начала полномасштабной войны. Полномасштабная война не отвечает ничьим интересам. Даже если ситуация обострилась, дипломатическое решение все еще возможно. На полях Генассамблеи ООН, которые в эти дни проходят в Нью-Йорке, президенты США и Франции предложили план трехнедельного перемирия. Все ждали ответа Нетаньяху. Прилетев в Штаты для участия во встрече мировых лидеров, израильский премьер прямо у трапа самолета прояснил свою позицию. Моя политика, наша политика ясна, мы продолжаем наносить удары по Хезбалле со всей силы. И не остановимся, пока не достигнем всех наших целей. Прежде всего, безопасного возвращения жителей Севера в свои дома. Помимо борьбы с Хезбаллой, продолжается и война Израиля с Хамас. В четверг военноударили по зданию школы в секторе газа. По данным разведки, там находился командный центр боевиков. Погибли 15 человек. Днем ранее из Израиля прибыл фургон с неопознанными телами 88 погибших палестинцев. В США группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий продажу американского оружия Израилю на сумму более 20 миллиардов долларов. Политика Нетаньяху игнорирует международное право, делая жизнь в Газе невыносимой и создавая одну из самых страшных гуманитарных катастроф в современной истории. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Ближний Восток в шаге от еще одной региональной войны. Градус напряжения не снижается. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники пишут, что Хезбалла отозвала 500 своих боевиков из Сирии. Более того, еменские хуситы обещают открыть новый фронт в помощь Ливану и расширить свои действия в Красном море. Лоран Урлан Мольдор Джамиева. Программа «Аналитика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова